Всем привет! Давайте продолжать делать вот эту анимацию. Сейчас должен должен самый лучший блокинг быть. Это когда он прыгает и в корзину закидывает мяч. Ну а потом все это дело будем поправлять и смотреть что произойдет, какой будет анимация. Так, на следующем давайте на 60 пока сделаем покадровку. Выбираем таз. Выбираем значит через shift вот эту вот кость мяча. Через shift управляющую кость кисти. Ну и тут тоже управляющую кость кисти. Теперь смотрите. Ему нужно выйти из этого положения. Значит это G. Он должен подняться вот так вот. И вот эта нога должна уже уйти у него вот вперед. Так, ну это мало он так стоит. Теперь нужно еще развернуть значит тело. Развернул. Так, дальше выравниваем значит ему спину. Вот так. G. Сюда выводим значит ногу. Ну в смысле таз. Здесь что-то с ногой получилась перекрутка какая-то. Так, смотрим что тут да как. Это значит тело вперед. Мяч с кистью значит вперед. Так, вот здесь мне не нравится. Что тут за перекрут такой произошел. Так, вот это вот что такое? R. Выравниваем. Так, вот это вот теперь кость. Что-то тут вообще вот эти вот круги. Надо какой-то ориентир поставить ему. Ну стрелку впереди что ли. Потому что происходит что-то какая-то шнега. Вот плечо почему-то внизу теперь оказалось. Ну поднимем допустим ключицу. Подведем. Ладно. Поправим. Что тут с шеей теперь непонятно. Так, это значит G. 22 выровнялась. Грудь вроде выровнялась. Вот как сказать. Вот этот минус вот этих вот цирклов. Так, вот эту значит тоже выкручиваем. Что тут получается? Значит ключицы опущены. Плечо вверху. Вот это рука. Значит уходит назад. G как-то вот так наверное. Так, что здесь с тазом. Вот тоже таз. Ну вроде все нормально. Просто потому что он на полусогнутый. Теперь наклоняем R вот так вперед тело. Р. Тело перекручиваем больше. Так. Голову перекручиваем. Смотрим что да как. Так еще вот надо колено. Вот это вот G. в эту сторону. В принципе колено нормально. Теперь вот эта нога G. И пальцы R. И пальцы подгибаем. Вот так вот. Смотрим. А и локрут. Вот нормально вот этот переход. Все получился. Следом 65 кадр делаем. Так. Отключим значит нашу сеть. Так. А вот здесь уже выбираем нашего персонажа. Давайте сразу поставим ногу, чтобы понять куда он, на какое расстояние он должен передвинуться. Так. Теперь таз выводим вперед. Вот сюда. Г. Ногу ставим вниз. Р. Перекручиваем. Так. Теперь эта нога подходит вот сюда. Р. Перекручиваем. Пальцы возвращаем назад. G. Рука идет сюда. Р. Перекрутка. Так. Опять отключу я наверное вот в такой вид, чтобы глаза не болели. Так. Теперь вот эта рука должна взять мяч. А вот этот локоть. Так. Должен R. Опуститься вот сюда. Выбираем теперь руку. Так. Сначала сбрасываем все выделение. Руку и кость мяча. Перекручиваем R. Подводим к груди G. Вперед G. Вперед G. Вот так. И чуть-чуть посередине ставим. Опять же локоть опускаем. Что тут с локтем получилось? Не могу понять, откуда вот эта вот шея, вот эта вот перекрутка. А ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Ну, ключица водится. Ладно. Дальше. Где вот этот косяк с телом? А, вот он. Так. R. Перекручиваем. И что-то получается. Ну, позвоночник выровнялся. Шея выравнивается. А ну-ка, может в этом дело? Угу. Значит, шея, возможно, еще где-то перекручена. А ну-ка. Перекручиваем шею. Во. И теперь голову назад. Ну, вроде шея выровнялась. Вот вы видите теперь, какие неудобства вот с этими, как кругами вот этими. Как это все не есть, хорошо работает, потому что круг он перекручивается, и не поймешь, где его начало, где конец. И получается на модели вылазят вот эти вот все артефакты. Так, теперь, значит, нужно перекрутить вот так вот этот циркл. Смотрим. Так, этот вроде ровно. Этот теперь вроде ровно. Так, вот этот. Здесь вот какая-то разница получилась в плечах. Так, а здесь что? Так. Ну, короче, вот дело к ночи. Такая вот штука. Потом буду искать, где эти косяки все находятся. Где-то какие-то кадры, видно, придется переписать. Так, все. Так, руки держат мяч. Так, теперь R шея вверх смотрит. Спина больше. изгиб даже нет. Выровнена должна быть спина. Ну, попробуем такой вот эксперимент. Мяч не к груди, а к животу. Так вот. R Вот так опустить. А и локрот. Смотрим. Перепрыг. Ага. А вот здесь теперь какой косяк получается. Смотрите. Здесь должен быть значит вот так вот. А этот должен, эта нога должна быть где-то вот так вот выставлена. здесь с мячом проблема какая, что он должен быть у него в руке. G. Вот так, наверное, где-то. Так, теперь R голову выравниваем. Это позвоночник. Тройка на нампаде. Вот. Он должен быть в полете. И вот здесь уже значит в чем ему недостаток, в чем косяк. Здесь он уже должен оказывается вот этот мяч держать в двух руках. G. R. G. G. И чуть-чуть R. Потом пальцы будут, опять же, это все дело будет корректироваться. Где-то что-то пальцы подгонятся, кисти перекручиваются, выводятся вперед, назад. Ну вот палец один пропадает. Во, пойдет. Так, смотрим. Упор на эту ногу. A и lock rot. Ну и смотрим теперь этот переход, как будет играть. Вот раз. Вот эту теперь часть нужно, ну вот эту анимацию A. Английская нужно передвинуть G подальше. A и lock rot. Смотрим. Так, оттаскиваем G подальше этот кадр. И здесь можно еще как бы промежуточно наверное сделать. Так, ладно, пока блокинг раскидаю, потом буду здесь уже этот переход ловить. давайте 70 кадр теперь. Так, а все правильно. Значит вот этот теперь выбираем персонажа, кости, значит выбираем мяч и нам нужна вот такая штука. G здесь у него идет приседание на ногу R перекрутка шея перекручивается так, а это нога G вот так оставится. тогда вот эти руки и вот этот мяч R перекручивается и G как бы к животу поближе она подставляется вот так и G выравнивается в эту сторону. Что-то тут перекручено не могу понять что именно так ну шею выравнено значит так точно не верхняя кость так а если теперь вот эту покрутить ну-ка смотрим на номер майка как перекрутилась нет что за фигня с плечом так вот майка перекрутилась это неправильно вернемся назад выравниваем значит шею перекручиваем майку чтобы номер был ровно выглядел так и значит вот где тут ну-ка что-то повело где-то так 22 номер все выравнивался вроде эту ногу поднимаем G повыше выбираем таз выбираем управляющие кости рук ну и мяч и делаем присед нога нога сюда нога так стопа перекручивается перекручивается выравнивается и блок рот а ну-ка теперь все нормально переход есть теперь 70 кадр вот полет появился в воздухе ну вот здесь нога должна наверное G быть ровная и вокруг здесь будет у нас еще промежуточный потом кадр приземление нога вытянутая таз на вытяжку и эту ногу наверное ведется R вот сюда подставить тоже и локрот так это ага тогда нет одна нога должна быть тоже поднята вот здесь где-то вот так тогда вот эта нога должна быть опущена где-то вот сюда наверное так и таз переведем на ногу вот эту на которую идет упор так так вот так вот и локрот да все хорошо конечно но не то самое ладно возвращаемся пока назад а вот этот кадр я пока удалю давайте разобьем дальше блокинг а там будем уже подгадывать так теперь вот эту ногу он бросает вперед так получается значит что выбираем таз выбираем опять же мяч и кисти управляющие кости и теперь у него пошел прыжок а мяч должен тогда у нас находиться где-то вот вверху G вот так руки перекручиваем смотрим что тут за поломка вот так теперь вот эта рука G делается поменьше R вон какая тут штука перекрутилась полностью кость о ну теперь опять корректировка только вот в эту сторону уводим что-то тут вообще перекрутила ее вот так наверное так вот эта вот рука тоже как-то плечо неестественно впереди или наоборот естественно что-то сняли вот вот так тогда что ли вот вот а здесь вообще перекрутила я мама не горой так так ну-ка что-то получается вот 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 ключицы тогда вперед руками вот ломка пошла а так как кости заменены я не вижу именно как они установлены вот в чем проблема вот так надо теперь смотреть что тут с кистями вот одну руку выровнял теперь нужно выравнивать вторую опускаем ее вниз и перекручиваем смотрим где тут плечо, что вообще с руками произошло так руки есть теперь значит мы их поднимаем и кисти перекручиваем и возвращаем это все дело к мячу так делается перекрутка и тут 6 дед что происходит с рукой так ctrl z ctrl z ctrl z так так g ну вот эта рука нормальная так это что ctrl z g па назад воде стало так ключицу чуть назад вот что это за фигня с рукой происходит вот вроде как оно ну пока не поругайся но ничего не получается так r так тут ее выкручиваем тогда вот и пробуем опять подставить к мячу как твоюшку копать колотить забивать вот вот наверно встала на место ну а теперь g r g r r и вот подгоняем теперь раз вот так что у нас здесь с этой рукой ай не подведи родимая так что тут что тут милость так так во вроде руки подправились еще раз пир еще чуть-чуть то и девичка путь во так 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 Ну вот что-то в таком духе пока. Выбираем кусти. Убираем меч. Наверное, сильно вытянуло. А ну-ка, джейк. Во, нормально. Так, что тут такое выходит? И локрот. Прописываем всё. Раз, всё, попёр он вроде как. Теперь 75-й надо полёт сделать. Ух ты. А тут нехорошо тоже вот. Прозевал я вот эту штуку. А, и локрот. Делаем 75-й кадр. Так, теперь это значит он должен выровняться полностью. Так, это значит он должен выровняться. Ноги выравниваем. Раз, перекручиваем. Угу, так. Значит так. Угу, это вот такое дело. Перекручиваем позвоночник. Английская А, семёрка на нампаде, R. Перекручиваем нашего персонажа. Ещё раз R. Его перекручиваем. Выше поднимаем. Так, эту руку, значит, мы ставим к талии. Так, G. Вот так вот. И кисть закручиваем сюда вот так. Так. Здесь вообще рука перекрутилась. Я не пойму, мать тебя. Что это за херня такая? Так. Теперь кисть с мячом заворачиваем вот так. Вот. Выбираем таз. Перекручиваем вот эту часть сюда. Так, эта нога отходит вот сюда. Так, а эта нога R, G сюда. Так, это значит нога сюда. И перекрутим ещё больше вот эту вот часть тела, вот этого позвоночника. И вот этого мяча с рукой. Так, это значит опять R. Изгиб у него должен быть большим. Значит, теперь кисть, руку чуть-чуть сюда. Так, а вот эту руку надо перекручивать вот так вот. И вот так вот ещё. И вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И сейчас я сохранюсь, чтобы не потерять этот результат... Так, смотрим... И теперь нам нужны промежуточные кадры... Во, нормально... А вот здесь уже не нормально... Потому что здесь рука у нас... Перекрутилась... Почему? Потому что где-то идет... Конкретный перекос... От какой-то косточки... От какого-то... Момента... Так... И вот здесь рука тоже... Опять перекрутилась... Так... Это значит... Р... 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 понятно значит теперь нужно вот это все поправить чуть в бок перекручиваем еще раз вот эту руку вот это уже я верю что что то есть вентам что-то было так g и теперь можно еще ключи целью поработать вот так вот так опять крутить крутить вертеть надо это 6 это какой-то вот пойдет а и локрот тут еще должен промежуточный кадр быть так эти два тогда g оттаскиваем на 75 вот он появился благодать только руку опять надо поправлять описываем так 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 подпрыгивает закид ну а теперь делаем приземление на 80 кадре приземляется и вот это будем потом шлиф так а теперь нам понадобится только вот этот персонаж значит так мы его назад перекручиваем мяч здесь он его значит уже за футболил сетку так самым должен взять так мы его выделяем то полностью здесь он перекручивается теперь перекручивается вот так эта рука идет в эту сторону делается перекрутка мг вот сюда рука идет и 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 Продолжение следует... Так, этакое что-то такое. Так, теперь эта нога одна идёт сюда. Так, а эта идёт вот сюда. Здесь идёт как бы напряжение. Так, вот это ещё непонятно. Угу. Вот что-то в этом духе. Так, значит стопу ещё перекручиваем. И опускаем пальцы. Пишем A и VW. И смотрим, что получилось. Ну, а теперь приземление. 83 кадр. Значит, его всего... Выбираем персонажа. И G. Ставим его на землю. Так, а ну-ка, что тут получается? Может какой-то кадр можно... Уже готовый взять. Ну, давайте вот этот возьмём. Вот этот. Shift D. И подставим на 85. Давайте. Вот так вот. А он же там и будет появляться, да? Ну, ничего. Семёрка на нам паде. R. Ага. G. И ставим его вот сюда. Где он приблизительно должен приземлиться. Так, теперь. G. Рука уходит сюда. Вот отсюда, походу, с этого кадра рука и начала ломаться. Ну, да. Так. Что за фигня? Так, а ну-ка, а. Так, 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 так. Alt G. Alt S. Alt R. Теперь, значит, G. Ставим его сюда. Семёрка на нам паде. R перекручиваем. Так, и здесь он должен где-то приземлиться, да? Так, 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 так. Значит, ссадим его. Одну ногу уводим G сюда. Одну сюда. Так, а здесь я чё-то не вижу этого. Так, ступню надо перекрутить. R. Так, таз G. Подправляем вот на эту ногу ставим. Наклоняем, значит, у нашего персонажа вот таким вот образом. Теперь, значит, шею выбираем, перекручиваем. Так, руки G вперёд. Так, теперь R перекручиваем. И это тоже руку вперёд. Вот сюда. Угу. Ну, и таз немножко перекрутим. Вот так вот. Нет, наверное, не таз. А вот эту верхнюю, значит, позвонок. Да что такое, блин. Ладно, по новой. Альт G, альт R, альт S. Так, семёрка на нампаде. И повторяем всё это дело, блин. Не хочет он что-то в эту позу садиться, блин. Так, уже пошла нервная. Надо курить идти. Так, так, так. G. G. Ну, зато чем чаще вот это всё дело изменяешь, тем лучше потом получается. Ноги вот идти вот. Так, это R. Угу. Угу. Так, ещё колено, значит, отведём. Так. Так. Да. Продолжение следует... 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 Так, настроим немножко на кости, вот эту чуть поменьше повторение. Сильно большой идет перекрут, вот в этом наверное все и дело, на этой руке. Так, тогда ключицу назад, вот, все вроде бы нормально. А, и локрот. Блин, еще не на ту поставил, да и что ты. Так, G, G. О, тут вообще его пересобачило. Где-то ж надо тогда. Ну, чтоб такого не было, надо еще раз shift и посередине поставить. Так, а здесь повыпадали зубы. Так, вот это вот почему они повыпадали? Вопрос. 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 Тут зубы хоть на месте, но эти на месте. И на том спасибо. Так, а вот с этим что делать? Что это все такое с ногой? Тогда и таз чуть-чуть подтянем вперед вот так вот. Вот такой получился блокинг. Смотрим, что у нас тут, какой внешний вид. Так, вот он побежал, все бежит, чуть-чуть сбивается, тут кидает, все, приземлился. Еще нужно мяч прописать, но чтобы его прописать нужен нам вот этот щит. Заходим в обзор мод. Так, выбираем, значит, весь щит вот этот. Так, семерка на нампаде. Ставим его. Так, дальше его ставим тогда. G где-то ставим вот сюда. Находим, где у него тут анимация. Вот он тут прыгает. G. Подставляем, значит, вот сюда щит. Вот так где-то. И тут вопрос. Если он будет приземляться, то нужно его оттянуть от столба. Вот так вот. Или столб. Допустим, я уведу чуть-чуть сюда. Вот так вот. Тогда он может не попадать в него. Вот таким вот образом. Ну, или есть такой еще вопрос. Если я его семерка на нампаде, R перекручу. Вот так вот. Так. Ага. Вот. Вот тогда будет нормально. Раз вот он побежал, хоп. Да, опять не получается, да? Это получается вот здесь. Раз. Вот он его перекрут. И вот здесь он ложит это дело все в корзину. Ну, правильно. Значит. Разбег. G. Control Z. G. Перекрут у него идет. G. Кольцо. Значит, должно быть здесь. И вот здесь вот так. Но кидает он тогда через раму. Вот это вообще шертец. Все разогнался. Так. А если семерка на нампаде? Сид будет вот так вот. Тогда получается он откуда бежит за счета, что ли? Ах ты, ядряные батоны. Ну, вот так вот нормально получается тогда. На семерке на нампаде сид должен стоять вот так тогда. Или хотя бы вот так. Так, смотрим, где у него замах. Перекрут делаем. Правильно он должен вот здесь вот так вот быть. Вот так вот он здесь вот мяч это особачил. Все, и здесь он начинает падать. Вот сейчас под эту, под этот щит тогда и будем переделывать. Так. Так. Выбираем полностью кости. И заходим в постмод. Так. Где идет закид? Угу. Угу. А. А. Я ж не выбрал мяч еще. Английская А. G. Так. Чуть-чуть, наверное, G. А вот эту руку с косточкой. Прямо под этот, подгадаем. Вот так вот. А. И локрот. Переписали кадр. Теперь, значит, мяч должен упасть. А вот этот персонаж. Давайте его чуть-чуть дальше оттащим тогда. Это G. Вот сюда. А. И локрот. Вот. Вот этот кадр тогда Delete. А этот тогда. Так что он тут ломанный? Нет. Так. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так. Восьмидесятый. Английская А. И теперь G. Уводим подальше. От столба. А вот этот, значит, мяч. Он должен быть в сетке. Это я отдельно потом буду анимировать. А. И локрот. Покажу тоже, как сетка там вверх должна подниматься. Так. Нормально. Нормально. Угу. Ну и тут тоже G, значит, сюда. Переставляем бойца. А. Перепрописываем. Потом этот кадр. Ну, этот кадр можно удалить. Он дублированный. Так. И вот этот передвинем. А. 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 Ну, надо чуть-чуть черкануть, где он стоит. Вот тут. А вот этот и теперь перетащим G вот сюда. А. И локрот. все нормально теперь стираем ненужное файл сохраняем то что уже сделано и теперь нужно чуть-чуть вот этот вот этот значит наш корт подвинуть вот сюда и чуть-чуть вперед ну вот уже что-то этакое прикольно пока вот такой результат так 90 кат вот пока ставлю теперь нужно ускорить чуть-чуть добавить промежуточных кадров и чтобы это вот так вот мягко было нормально ну пока вот такой результат в следующем ролике может быть покажу как шлифовать эту анимацию добавлять какие-то кадры где-то замедлять где-то ускорять именно движение если вам интересно то поддержите вот еще нужно с этим развиваться чуть-чуть подкорректировать слишком высоко его поднял вот этот вот щит вот такая пока информация все всем пока до свидания